здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем вот такие вот слитки гламурные это название придумала подписчик она написала в комментариях к носкам с бусинами она их обозвала ну в хорошем смысле обозвала на сочный гламур вот сегодня у нас следочный гламур мне очень понравилось рассказывать сегодня мы вяжем вот такие вот слитки я обещала я что бусины мне надо использовать я их пытаюсь использовать теперь что касается материала что нам нужно спицы два с половиной миллиметра здесь я бы вам не рекомендовала брать не толще спицы не толще пряжу потому что потом будет сложно рассчитать это нитки нитки вот такие вот у меня тонкие девчонки вы может я вяжу в два сложения вы можете вязать в одно сложение если у вас пройдет туда бусина 50 грамм 330 метров то есть 100 граммах у нас 660 метров но если я вяжу в два сложения то есть в 100 граммах если брать нитку в одно сложение это 330 метров если два сложения то 660 около 600 метров вот я вяжу в два сложения на одну из нитей я буду одевать бусины так бусин нам надо 65 бусин всего у меня здесь 63 но две берем для запаса вот на всякий случай первым делом я конечно же одеваю бусины на одну из нитей одну я буду вязать просто ну как бы чистую на другой у меня будут бусины потому что на 2 они к сожалению диаметры отверстия у меня один миллиметр и она не оденется на 2 нити если вы купите бусины с диаметром 2 миллиметра то смело одевайте на 2 не игла у меня видите ниточка завязана узлом и узел я передвигаю на середочку одеваю вот эту вот нитку кстати ой я сказала бусин 60 зацепляю да за вот эту нить и теперь буду просто одевать бусины а бусинах я сказала что их надо 65 это на один следок то есть всего надо 130 бусин примерно соответственно еще хочу сказать не обязательно вы можете вязать без бусин совершенно спокойно и очень красивые следки у вас получатся вот так как у нас на носу новый год и нам нужны подарки сегодня у нас будут такие вот гламурные следки подарочные я одеваю 65 моих бусин у меня кстати на моем именно на моем 63 вот поэтому я одеваю 63 вы же оденьте 65 на всякий случай вот одеваем надела я все мои бусины теперь складываю нить в два сложения и набираю 51 петлю теперь придется вот эти бусины понятное дело подвигать набирая 51 петлю вот она 51 петля сейчас я вижу лицевыми петлями потом я объясню как корректировать размер но размер вы должны корректировать при наборе то есть вам нужно связать образец и посчитать это я сейчас набираю 51 петлю самому объясню почему через потому что сейчас я не могу измерить я вам я сейчас провяжу лицевыми петлями все вам покажу провязала я девчонки 4 ряда теперь внимание 20 сантиметров у меня все вязание длина моей стопы 24 сантиметра то есть расчеты видите измеряете длину стопы 24 в моем случае не смотрите на манекен он 22 сантиметра нога у меня 24 и отнимайте 4 сантиметра если у вас допустим 27 отняли 34 у вас должно быть здесь 23 сантиметра потому что вот это вот оно наше расстояние вот эта часть у нас будет неизменно для всех размеров и эта часть будет неизменно для всех размеров то есть скорректировать вы можете только при наборе вот в этой части то есть исходя из длины стопы минус 4 сантиметра вот это вот полотно у вас должно быть шириной длина стопы минус 4 сантиметра я надеюсь это понятно теперь я провязала 4 ряда теперь я буду делать вот эти вставлять вот эти бусины в пятом ряду я провязываю 3 петли между 3 4 я буду вставлять бусинку подвигаем бусинку и вот так вот придерживаем ее и вяжем дальше дальше провязываем 3 лицевые и снова продвигаем следующую бусину так далее до конца ряд вот смотрите добавила я всего 16 бусин теперь далее вяжу снова лицевыми петлями ров 4 ряда так провязала я еще 4 ряда девчонки вот смотрите всего 9 рядов если считать 4 добавления бусин еще 4 то есть сейчас мы находимся в ничью в четном ряду десятом но он у нас лица нацепила я два маркера чтобы вам было понятно сейчас у меня 51 петля вы здесь у меня 25 петель здесь 25 и одна петля по середочке то есть среднюю петлю отделяем маркерами и вяжем сейчас мы будем делать вот эти вот вот это вот добавлять здесь петли вот из этой петли которая у нас отделена 1 маркерами делаем 5 петель таким вот образом лицевая накид лицевая 3 бусины подбежали также значит так лицевая накид лицевая накид и перемещаем маркер вяжем до конца ряда без изменений и изнаночный ряд лицевыми петлями так смотрите в изнаночном ряду эти все эти 5 петель мы тоже провязываем лицевые лицевыми петлями и в последующих рядах тоже мы в изнаночном ряду все провязываем лицевыми петлями до того момента пока я не скажу далее продолжаю лицевыми петли следующий лицевой ряд мы довязали то вот этих вот теперь у нас между маркерами 5 из каждой из них мы вывязываем 3 вот таким вот образом лицевая накид лицевая вот они три следующая то же самое то есть между маркерами в данный момент у нас будет 15 петель до конца ряда вяжем лицевыми петлями и изнаночный ряд лицевыми так и следующий последнее последнее наше добавление вот смотрели посмотрите после маркера мы вяжем 3 лицевые петли далее делаем добавление тоже из одной вывязываем 3 из следующей по 3 петли вывязываем из каждой петли 9 9 раз вывязываем по 3 петли и здесь у нас остается до маркера тоже 3 петли их мы провязываем лицевые то есть три петли у нас начале 3 петли в конце и вяжем до конца летает у меня марки вяжем до конца так в изнаночном ряду вот смотрите мы уже будем переходить на вот эту вот резиночку два на два часу все поймете так значит вяжем начинаем с 2 изнаночные 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые так далее и в конце вот смотрите нам нужно еще здесь 2 изнаночные у нас их не хватает потому что здесь между маркерами у нас 33 петли после добавления мы одну петлю одалживаем после маркера снова его одеваем то есть между маркерами нас 34 петли которые мы будем вязать резинкой 2 на 2 остальное что мы вяжем платочной вязкой лицевыми петлями вот видите вот она резинка вот лицевые петли и соответству и соответственно будем добавлять так это у нас изнаночный ряд и в этом лицевом ряду мы будем добавлять бусины и в каждом следующем в лице в каждом лицевом ряду мы это будем делать всего шесть раз далее все вязание уже петли мы никакие не добавляем вяжем ровно только добавляем бусинки в лицевые так 2 лицевые лицевые мы провязываем лицевыми между двумя изнаночными мы добавляем одну бусину и так до следующего маркера таким вот образом 2 лицевые между двумя изнаночными добавляем следующую бусину 2 лицевые всего добавление у нас восемь штук вот они у меня дети сейчас плохо будет видно ничего потом все будет видно и так далее продолжаем изнаночный ряд вяжем по узору боковые части лицевыми петлями центральную часть резинкой 2 на 2 в лицевом ряду добавляем чульки смотрите сделала я 6 вот эти добавления понятное дело что на спицах она сейчас не видно стоит сейчас я вот сделала вот эту часть я провязала вот она изнаночный ряд я вижу не по узору а уже лицевыми петлями видите вот от последней бусины у меня уже идут лицевые петли и лицевыми петлями я вижу 9 рядов вот он видите вот эту часть то есть сейчас просто ровно я продолжаю вязать лицевыми петлями 9 рядов провязала 9 рядов я сейчас хочу промерить вам высоту потому что были просьбы я все забываю девочки значит высоту у меня сейчас 8 сантиметров вот если от спицы я меряю вот эта часть от бусин вниз у меня два с половиной сантиметра сама часть с бусинами вот где у меня резинка 4 сантиметра там что я сделала я провязала эти 9 рядов как вам сказала и отделила средних 11 петель здесь у меня 36 10 36 и здесь 11 теперь мы будем вязать вот эту вот часть кто увидел мои предыдущие мастер-классы у меня нет во многих моделях я использую этот метод метод пятки я его называю поэтому вязать буду средний 11 петель сейчас я просто провяжу и дойду до первого маркера так вот я довязала до первого маркера вязать мы будем средний 11 сначала вяжу 10 петель 9 10 маркер я сейчас убираю потому что мне нужно 11 и 12 провязать вместе то есть 11 у меня из этих петель а в 12 я беру отсюда из боковых тоже самое на изнанке я вижу 10 петель средние 12 9 10 снимаю маркер не нужен больше и 11 12 вяжу вместе далее поворачиваю и так далее я вижу только вот эти вот 11 петель и забираю каждый каждый раз 12 отсюда с этих старт боковушек сейчас это уже видно то есть уже маркер нам не нужен вот эти 11 петель а они у нас будут вот такого вот такой вот дырочкой отделены продолжаем задание пока у нас с боковых частей не уберутся все петли так как смотрите я прям провязала вот эту полоску и забирала из боковушек и осталось у меня на спицах 11 петель вот эти вот средних которые я вязала теперь продолжаю вязать вот эти 11 петель вы видите они поворачиваются в вверх и буду присоединять их кромочную точно также вижу 10 петель вместе с кромочной переснимаю 11 на правую спицу и поднимаю кромочную если в лицевом ряду то поднимаем вот эту переднюю стенку кромочную кромочную переднюю половину и провязываем в лицевом ряду изнаночной петлю и поворачиваем тоже самое изнаночный ряд вяжем последнюю 1 os 4 снимаю поднимай в кромочную заднюю стенку в лицевом ряду мы поднимали вот эту переднюю стенку в изнаночном ряду поднимаем заднюю и провязываем лицевой петлю и так далее снова поворачиваемся и далее вяжем поднимаясь вверх дошли мы до верха видите полностью уже до верха дошли теперь все петли закрываем вот петли закрыты теперь берем ключу крючок и будем обвязывать вот нашу обвязку обвязывать будем столбиками без накида провязываем 3 столбика и делаем 3 воздушные петли замыкаем кольцо в этот в последний столбик и и снова 3 столбика без накида 3 и 3 воздушные петли провяз закрепляем их в последний столбик и продолжаем таким вот образом снова делаем эту петельку вот таким вот образом вяжем по кругу так вот я обвязала по кругу и уже в конце заканчивая я это все дело такими полустолбиками чтобы сошло все нами продеваем обрезаю продеваем на ночную сторону так на этом этапе вы можете девчонки уже как бы и закончить все но я еще вот такой вот прикольчик сделала маленький такой вот бантичек чтобы закрыть вот эту вот дырочку хотя она очень даже оригинально смотрится как элемент декора да так что здесь уже на ваше усмотрение либо вы ее закроете как я либо вы ее оставите и ничего страшного не случится тогда для того чтобы ее закрыть я отрезаю две ниточки по 50 сантиметров эту сторону я закручиваю от себя вот видите туда как бы туда а вот эту сторону наоборот оттуда к себе и вот я кручу эту веревочку кручу 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 пока она не закрутиться так что прям плотно плотно была скручена рук моих вы конечно не видите вот как можно ту же теперь я складываю пополам придерживаю вот здесь вот таким вот образом выравниваю и получается вот такой вот шнурочек краешек я здесь завяжу узелком можно конечно связать цепочку не заморачиваться тип цепочку крючочком обрежу и протяну сюда вот так вот чтобы закрыть эту дырочку в принципе вот и все девчонки на сегодня это все я с вами прощаюсь с вами была века школа рукоделия ставим лайки подписываемся на канал на инстаграм все мои хорошие вот они на сегодня наши такие следочки гламурные вот очень миленькие симпатичненькие все на этом все девчонки я с вами прощаюсь всем пока пока пока